Ксюша, привет! Срочно, срочно ищи! Ага, искал. А что мы ищем-то? Шутку, шутку. А, Саша, ну вот же она. Что за растяпок? Если бы наш сегодняшний гость так долго искал шутки, он бы никогда не стал лучшим ведущим города и республики. Полетели! Сегодня о выпуске. Гуляем на свадьбе. Выясняем, когда мама убывает права и задаем острые вопросы чебосарцам. Всем привет! Вы смотрите самое яркое, веселое и нами самостоятельно подготовленное шок-шоу. И сегодня у нас в гостях ведущий радио и телеэфиров, а также лучших свадеб, Михаил Морозов! Ребята, здрасте, 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 здрасте. Чего так слабо? Давай, вот так. Здравствуйте, Михаил. Можно сразу вопрос? На сегодня Саша чуть все шутки не растерял. А что вы делаете, чтобы не забывать шутки? Я не придумываю их заранее. Лучшая шутка какая? Шутка, которая происходит здесь, сейчас поймана с воздуха и сразу же произнесена. Это самая лучшая шутка, поэтому не переживай, все нормально. А можете прямо сейчас сказать что-то смешное? Ну вот, например, у тебя бабочка и ее волосы одного цвета, и что она специально волосы красит под твою бабочку. А? Не смешно, да? Ну вот не всегда шутки выстреливают, согласен. Ну вот да, бывает такое. И что же делать, если шутка оказалась не смешная? И народ не смеется, например, да? Да ничего страшного, нужно всегда понимать, что ведущий это не юморист, не стендап-комик, не КВНщик, он ведущий, да? Он выполняет несколько функций, одна из которых шутить. Но, если, например, твоя шутка не смешная, ну не зашла, люди не смеются. Есть несколько ходов, например, ты пошутил не очень, да? И ты такой, а это не очень шутечка, да? Не зашла! Или такие, а да-да-да, вот есть какой самый ироничный молодой человек, сам над собой стебется. Либо есть, например, у моего диджея несколько ходов, когда он может сделать мою несмешную шутку смешной. У него специальный пульт с разными кнопочками, на каждую кнопку есть какой-нибудь забавный звучок, например. Ха! Или парам-парам-пам! Пу! Или па-да-да-да! И если, например, я как-то неудачно, не смешно или очевидно пошутил, ну, например, как дела? Пока не родила, и он таран-таран-таран! Пу! Ну, а мне кажется, что лучше всего шутят дети. Серьезно? Иногда такое скажут, что нарочно не придумаешь. Это точно. А давайте посмотрим, что наши юные друзья думают о свадьбах. Когда ты вырастешь, ты хочешь жениться? Ну, да. На ком? На одной девочке. Какой? Из Майнкрафта. Хотела выйти замуж за принца? Да. Почему? Потому что у принцев есть белые кони. А на какой бы героине и сказок, или мультика ты бы женился? Из супергероя. На ком? На Леди Баг? Нет, на Бэтмене. Марко. За Марко? Да. Из звездочки Беттерфляй? Да. Да. Но у него же уже есть девушка. Я хочу на нем. За Геркулеса. За Геркулеса, потому что он сильный? Да. Почему у него есть белое платье? Потому что я люблю белый цвет. Только потому что ты любишь? Потому что Путин доказал, что больше людей любят белый цвет. Потому что черное и зеленое для невесты это не так хорошо. Потому что белое платье сочетается с облаками. Ну, потому что, наверное, им такой цвет нравится. Ты бы хотел жениться? Ну, вроде да или нет. Ну, не важно. Класс. Я бы хотел провести свадьбу от мальчика с Бэтменом. Это было бы круто. Спасибо просто. Михаил, вы уже много-много лет ведете свадьбы и массовые мероприятия. А что сложнее? Наверное, сложнее ничего не вести. Вот когда сидишь и ничего не ведешь, вот это самое сложное. А остальное все легкотня, ребята. Мы тоже справитесь. А что вам больше нравится? Я отвечу, как Александр Васильевич, бессменный ведущий КВН. Мне нравятся больше всего мероприятия, которые я еще не провел. А вы идите в угощение на свадьбах? По мне не видно, что ли? Конечно, да. А в каком бы костюме вы пришли, если бы вам предложили провести свадьбу Владимира Владимировича Путина? Ну, я не знаю. Мне кажется, это должен решать Владимир Владимирович Путин и структуры, которые рядом с ним. Я думаю, у меня не было бы выбора. Ну, а я думаю, что и в этом костюме вы были бы на высоте. Сейчас проверим. Здравствуйте. Вот так. Это служба ФСО, да? Ага. Так. Мне тоже, да. А не надо руки, да? Все чисто, Владимир Владимирович, заходите. О! Он там. Здравствуйте. У меня к вам такой личный вопрос. Можно? Поняли, пожалуйста. Да, садитесь. Но, зная нашу желтую прессу, этот вопрос станет публичным. Так вот, можете мне подсказать, как организовать свадьбу? Владимир Владимирович, очень приятно, что вы обратились именно ко мне. Я, конечно, не организатор, ведущий, но много вопросов, связанных со свадьбой, естественно, изучил и знаю на них ответы. Поэтому, давайте в первую очередь с вами определимся, а когда у вас свадьба? О сроках. Вот вы смотрели телевизионный проект «Успеть за 24 часа». Так вот, у вас почти схожи. Вы утверждаете, да, что я смотрел? Ну, допустим. Мне нужно организовать вам свадьбу за 24 часа? Естественно. Легко. Договорились. Так, ну, я хочу свадьбу такую, ну, скажем, не очень большую. Ну, где-то на 600-700 человек свадьбу. Ну, так. Ну, это мелочи, да. У меня есть подходящие площадки, где мы можем везти. У нас своя площадка. Где поблизости с Москвой есть секретные базы? Вас туда доставят. А, спасибо. А как вы любите больше, с повязкой или с мешком на голове? Я выбираю мешок. Потом можно его в конкурсах же использовать, правильно? Извините. Алло. Да, картошка? Нет, не надо. Дороги закладывать. Отлично. Извините, сосед звонил. Так. А о чем ты... Дмитрий? Нет. Из Белоруссии. Вечно звонит. Так. К вам очень странный вопрос. Почему вы не спрашиваете, кто моя невеста? Я думаю, что мы об этом узнаем на самом банкете. Очень умный молодой человек. Спасибо, я учился на пятерке в школе. Гимназия номер 8, Гордшумер. Привет. Так. Посоветуйте, пожалуйста. Что надо сделать, чтобы развлечь гостей хорошо? Так. Опять. Да. Что? Ну почему вы без меня ничего не можете? Ладно. Мне надо ехать. И как мы с вами свяжемся? Почта России это очень долго. Да, и дорого. Мы вам отправим голубей. А, ну это быстрее. И надежнее. И надежнее, да. Последи, чтобы все было хорошо. До свидания. До свидания, Владимир Владимирович. До свидания. Это был наш первый импровизор Иван Викторов и, конечно же, неподражаемый Михаил Морозов, который, кстати, только что прорекламировал свои услуги. А теперь немножечко от нашей рекламы. Скоро у вас свадьба, юбилей или вы просто хотите сразить всех своим видом? Представляем услугу «Сестренка на час». Именно она хорошенько встряхнет ваши волосы и сделает идеальный объем. Заказывайте услугу на сайте всесестренки.ру Михаил, сменим тему. Мы знаем, что вы в школе учились на пятерке. Ну и друзья вас называли инженером. О, боже, откуда? Откуда вы это знаете? Владимир Владимирович помог. А, все понятно. А кем вы сами хотели стать? Ой, мне серьезно отвечать. Кем я только не хотел стать? Давайте загибать пальцем вместе. Пожарный. Полицейский. Автомеханик. Хоккеист профессиональный. Учителем хотел стать. Актером, естественно. Я хотел работать на телевидении одно время. А потом я захотел сажать людей в тюрьму и пошел учиться на юриста. Именно там, когда я участвовал в студвеснах, различных концертах, КВН, именно там потихонечку кирпичик за кирпичиком складывалось мое желание стать ведущим на радио, на телевидении и вообще просто ведущим. А вы слушались родители в детстве? Конечно же нет. Ну а вы что, слушаетесь что ли? Частично. Ну вот вас, наверное, ругали. Вы же сами сказали, не слушали сейчас. Ну бывало, да, бывало, да. Конечно, ругали. Если честно, ремнем пороли? Хотели. Хотели. Но я быстро бегаю. Я думаю, что каждый человек может в жизни вспомнить ситуацию, когда мама все-таки была права. Мы даже собрали много таких ситуаций. Посмотрим? Давайте посмотрим. Говорила мне мама, ложись спать пораньше, а я ее не послушала. Легла спать поздно и опоздала в школу. Говорила мама, возьми зонтик, а я не взяла и промокла до ниточки. Говорила мне мама, одевай носки, а то заболеешь. Теперь вот с кашлем хожу. Говорила мне мама, не поленись, остановись, завяжи шнурки. А я ее не послушала. Так я узнала всю жесткость нашего асфальта. Говорила мне мама, не ешь снег. А я взял и съел целых два кулака. Потом у меня очень сильно болело горло. Говорила мне мама, когда поешь в школу, узнаешь, что в детском садике было лучше. Да, уже пять лет вспоминаю, как хорошо было в детском саду. Говорила мне мама, не грызть много конфет. А я не послушался и через час оказался на кресле стоматолога. Говорила мне мама, надеть зимние сапоги. Я ее не послушалась, надела весенние, упала на льду и сломала нос. Говорила мне мама, не неси с собой игрушки в школу. А я не послушалась, принесла. Меня девочка из рюкзака утащила. Если мама что-то говорит, то надо делать. А если мама не говорит, то не надо. Ну а вы сами можете, наверное, вспомнить такие ситуации, когда мама все-таки была права? Ну да, вот говорили мне маму с папой учись, иначе будешь собак по двору гонять. Я выучился и не гоняю. Вот имя у вас Михаил, мы это прекрасно знаем. А фамилия ходит слухи ненастоящие. Та-та-та-там! Сейчас как в инстаграм, да, вот это. Признаетесь? Да, легко, легко. Мы же выходим в эфире национального телевидения «Чуваш» и нас смотрят во всех уголках нашей республики. Поэтому что я делаю? В очередной раз передаю привет. Куда? В шумерлю. Меня наверняка будет смотреть папа, папа, привет. Настоящая моя фамилия Сидоров, а Морозов – это псевдоним, который я взял, когда пришел работать на радио. Я просто зиму люблю, понимаете, поэтому Морозов. Во время подготовки к свадьбам вы, наверное, очень много общаетесь с молодоженами. А поддерживаете ли вы с ними связь после торжества? Хорошо, что ты задал этот вопрос. Конечно же, да, естественно, да. У нас есть с некоторыми ребятами очень теплые отношения. И многие… Я многих, кстати, прошу, ребят, когда у вас появится ребеночек, напишите мне, мне будет приятно. И многие пишут, кстати. Да, общаемся, это круто, это очень… Пересекаемся обычно в городе тоже, понимаете. А помните их имена? Да? Всех? Сейчас проверим. О, нет! Нет! Пожалуйста! Только не это! Это Паша и Лена! Митленко, да! Вот это, между прочим, подождите, не перелистывайте. Вот это пара, с которыми у нас очень теплые отношения сложились. И опять же, спасибо парам, которые выбирают в декоре инициалы свои. Это круто, Паша и Лена. Да. Ой, я помню, это вот ник в Инстаграм у жениха. Бускалавердат. Вы что творите? Они обидятся. Я не помню, как их зовут, честно. Анатолий и… Похоже, похоже. Анатолия. Анатолий и Наталья. Да, это же похоже, ну, конечно. Так, давайте вот без этого. Это не мои ребята. Это не мои. Правда же? Да, правда. А что не говорите, браво. Да. Надеюсь, наши имена вы точно запомните. Саша и Ксюша. Саша и Ксюша. Главное, не перепутать, да? А были у вас курьезные, непредвиденные и смешные ситуации, которые можно рассказать и от души посмеяться? Давайте я вам расскажу ситуацию, которая произошла этим летом. Мы приехали на свадьбу, там была большая команда организаторов, фотографов-ведущих. Все красиво, душевно, гости все на позитиве, молодожены пошли фотографироваться. И в этот момент поступает звонок о том, что у невесты горит дом. Да, очень непредвиденная ситуация. И что в этот момент делать? Часть родственников начинает паниковать, а эта часть родственников уехала, соответственно, смотреть, что же там происходит с домом. Молодоженам не говорят, они все еще фотографируются. Представьте себе в этот момент, что происходит в главах организаторов, ведущих, что же делать. И мы уже начали перебирать разные варианты, что если вдруг сейчас свадьба отменится, то мы не возьмем ни копейки денег, пожелаем ребятам удачи, восстановления домашнего хозяйства и так далее. И поедем по домам. Но, слава богу, пожар был небольшой. Невесте все же сказали эту новость, передали, что у нее чуть-чуть подгорел дом. Она, конечно, немножко переживала, но через пять минут после того, как мы начали уже свадебный ужин, она расслабилась и на общем фоне свадьба прошла великолепно. И мы завершили ее очень хорошо. И эту историю вот сейчас вот так вот, даже с улыбкой в конце можно вспоминать. Но тогда было весьма стрессово. А какие самые необычные тосты вам доводилось слышать? Давайте начнем с самого обычного. Вы знаете, самый стандартный тост, самое стандартное поздравление на свадьбе. Дорогие жених и невеста, я хочу вам пожелать здоровья, счастья, добрый путь. Счастья, здоровья. И чуть реже счастья, здоровья детей. А еще знаешь как? Когда берется открытка и оттуда зачитывается стих на пять минут. У меня есть отличный рецепт, как гостей от этой истории отвадить. Я говорю, уважаемые гости, вы с собой принесли сегодня наверняка красивые открытки. В них написаны красивые стихи. Но молодожены мне по секрету сказали, что одним из самых лучших занятий сегодня ночью для них будет читать стихи с ваших открыток. Поэтому давайте оставим этот момент удивления для них. А сами будем поздравлять от всего сердца. Искренне. Ну и счастья, здоровья поменьше, пожалуйста. Самые нестандартные поздравления это искренние поздравления. Это какие-то воспоминания, связанные с парой. Например, я как гость сейчас. Я знаю Сашу и Ксюшу 10 лет. Мы тогда учились в Кучмале вместе. Помню, тогда 10 лет назад мы пригласили ведущего Михаила Мороза. И вот сейчас он с палочкой ведет их свадьбу. Да, Миша, привет. Привет, ребята. Вот это вот все. То есть личностные какие-то отношения, вот эти истории из прошлого, это всегда очень мило. Ну и, конечно, творческие поздравления. Если ты хорошо поешь, но только если ты хорошо поешь. Если ты хорошо танцуешь, но только если ты хорошо танцуешь. То творческое поздравление это будет просто вишенка на торте свадебного вечера. А у меня вопрос про нестандартные подарки уже. Которые дарили, так сказать, виновникам торжества. Да, ну, например, баран. Не стандартный подарок? Баран? Баран. Живой баран. Однажды родители подарили огромную золотую монету на несколько килограммов. И сказали о том, что, ребята, что бы ни происходило у вас в жизни, никогда не продавайте эту монету. Пусть это будет семейная реликвия, которую вы будете передавать из поколения в поколение. И тогда прям вот я вместе с тетей невесты расплакался. Ну, это круто, что согласились. Душевая. Да, кого только не увидишь на свадьбах. На эту тему у нас тоже есть материал. Да ладно. Да. Какие продуктивные. Да, да. Ой, это свадьба ужас полнейший. Кошмар. Оформление зала ужас полнейший. Ты платье у невесты видела? Она еще на подарок купила. Девушки, можно с вами познакомиться? А сейчас мы разыграем самый первый, самый дорогой кусок торта. Кто хочет его купить? Я, я хочу купить самый первый, самый дорогой кусок. Ой, да я эти остатки потом за 100 рублей куплю. Бьем за то, чтобы живи слез, чтобы сердце пелось. Бьем за то, чтобы сбылось все, чего... Девочки. Девочки. Итак, настало время поздравить наших молодоженов. Дорогие Алексей и Марина, поздравляю вас. Вы наконец-то женились. Мы так долго этого ждали. Я очень рад. Давайте челкнемся в этот замечательный день. О, ребята, вообще талантище. Вот вы во время видео говорили, как с этими разговорчивыми разбираться. Ну, так раскрывайте секреты. Нужно вот эту их энергию направить в нужное русло. Если они хотят сидеть в телефоне, если они, например, инстаграмщицы, да, то что для них важно? Фотографии. Поэтому нужно сделать либо какой-то интерактив, конкурс, либо просто вообще взять и объявить. А сейчас, ребята, селфи-тайм. И что мы делаем? Мы фотографируемся с соседом. Пять секунд. Поехали. Пять секунд. Они фоткаются с соседом. Следующие пять секунд. Мы фотографируемся с молодоженами. Они побежали. Фотографируются с молодоженами. Причем только вот эти две разговорчивые. Остальные сидят, как бы, доедают тёмгу, да, и не понимают, что происходит. А эти бегают, и это всё нормально. И потом, после этого, они говорят, как классно, мы сидели, а нас ещё и с нашим инстаграмом придумали интерактив. И мы в нём получат. Только мы. Мы особенные гости. Понимаете, каждый гость должен почувствовать себя особенным. Даже боги танцев. Вообще, в принципе, вот всё, что вы показали, все эти типы гостей присутствуют на каждой свадьбе. Михаил, скажите, как вам удается управлять с сотнями людей на Красной площади, на Дне Победы или Дне Города? Да там тысячи людей. Ты что? Ты же был там, ты же видел. Куча малажа принимает участие в каждом большом городском празднике. Там тысячи людей. Знаешь, что мне помогает? Уверенность в себе. Это раз. А второе. Микрофон и мощная аппаратура. У ведущего есть одно большое преимущество над всеми гостями, зрителями и так далее. Это волшебная палочка-микрофон, которая делает голос громким. Но самое главное, конечно же, что ты говоришь в этот микрофон. В какой момент, как ты это делаешь. Смотришь ли ты людям в глаза. Вы заметили, что я вам смотрю в глаза так же, как и вы мне? Потому что вы тоже, ребята, лучшие ведущие. Спасибо большое. Один-один. А вас узнают на улицах или в магазинах? Когда ты в телевизоре, тебя нет-нет узнают. Но бывает, конечно же, такое. Когда ты работаешь на мероприятии, давайте возьмем свадьбу, там 150 гостей, например, ну или 100 гостей. Ты, естественно, не можешь их запомнить всех. Но ты же для них один ведущий. Они в любом случае тебя нет-нет запоминают. И здороваются, а ты делаешь так. А как вы думаете, кто самый главный в городе? Чебоксары? Да. Опять провокационный вопрос. Вы что? В смысле, кто главный в городе? Есть глава города, есть глава администрации города. Это люди, которые им управляют. Есть глава республики. Он главнее их. Есть. Заходил сюда, да? Ну, тоже. Кто главный в городе, я не знаю. Люди, жители. Жители. Самые главные в городе это жители. Скажите, это был острый вопрос? По шкале от 1 до 10. Насколько он острый? Ну, такой, на 9 с половиной. Ну, чтобы вам было куда расти еще, да? На 9 с половиной примерно, да. Наша самая отважная Лиза Иванова тоже регулярно задает острые вопросы, так как видит рубрику «Острый репортаж». Давайте посмотрим, как она пытала людей в день города. Пытки, обожаю. Красный свет, дороги нет. Почему вы разрешаете детям ходить? Сегодня праздник. А, значит, если праздник, все можно. Дорогу перекрыли. А, а я-то думаю, что тут людей так много. Спасибо. А зачем мы это делаем? Зачем мы колотим сковородом? Просто? Вам не жарко? Вы точно не растаете? Очень удобные перчатки. Я вам завидую. Дайте пятюню. Давайте пятюню. Дай пять. Что-то мы как-то медленно едем. Давайте ездим голопом по его ропам. Поехали. Все, устал. Спасибо большое. Вы знаете, кто у нас в Чебоксарах самый главный? Жители. Кто у нас в Чебоксарах самый главный? Без комментариев. Представьте, пожалуйста, что Чебоксары – это аббревиатура. Как бы вы ее расшепровали? Например, Ч чистый, Е красный. Б. Как бы вы расшепровали? Бюджет хороший. О. Отличное настроение. К. Комфорт. С. Самолеты летают по праздникам. А. А – это к нему. Это Маринская. Как бы вы расшепровали? Буква А. А. А очень здорово у вас в городе. А. Буква Р. Буква Р. Да, 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 да. Буква Р, как бы вы расшепровали? Р. Резвый такой. Республика. Республика. И самая, наверное, такая трудная буква И. И рыгать пулдар. Как вы думаете, кого нужно пригласить на День города, чтобы было круто? А, раз, сейчас не круто? Звезд мировой эстрады. Меня, Лизу Иванову? Ты слишком высокого о себе мнения. Вы очень красиво поете, признавайтесь, вы под фонограмму, да, пели? Нет, живьем всегда. Фонограмму, я краснею, если фонограмму, я спою. А где в нашем городе лучше всего признаваться в любви? Вот это вот, замечательно, яркая кровь, и вверх, она тоже. В ЗАГСе. В любви признаваться лучше всего на заливе, на колесе обозрения. А это потому, что вы ей так в любви признались? Нет, я немножко по-другому призналась, но там все-таки место получше будет. А если я сейчас Даньку Сергеева вместе со мной поведу на колесо обозрения, вы гарантируете, что он женится на мне? На 97%, потому что 3% всегда есть погрешность. Чистим, находим до крайнего зубика с другой стороны и чистим с немной поверхностью, вот такими вот движениями. Скажите, а вы здесь вот колгейца клеили, чтобы рекламы не было? Я, эээ, да. Да? А можно отклеить? Давайте отклеим. Нельзя, нельзя. А зачем вы рябину себе накололи? Это русская тематика. А вы любите Россию, любите горы Чебоксары? Люблю, конечно. Насколько сильно любите горы Чебоксары? На 100%. А вот если я вам дам сейчас миллион, вы уедете из города? Нет. А почему? Потому что люблю этот город. Можно вам сердечко на плече нарисовать? А вы же рисуете, я вам бесплатно нарисую. Если мне надо, я сама себе могу нарисовать. Все, вы теперь популярная, потому что я вам сердечко нарисовала. Я Лиза Иванова. Ты слишком высокого о себе мнения. А домик с традиционером любит город Чебоксары? Очень любит город Чебоксары. А вы знаете, сколько в этом году ему лет исполняется? 148, если не ошибаюсь. Да, давайте крикнем Чебоксары с днем рождения. Давайте попробуем. Давайте на 3-4 крикнем Чебоксары с днем рождения. Давайте 3-4. Чебоксары с днем рождения. Спасибо, ребята. Как будто снова в день города. Михаил, спасибо, что нашли время и заглянули к нам в гости. Вы крутой. Это было шок-шоу. Для вас работали ученики городского детского медиа-центра Куча Мала. И мы тоже крутые. У нас даже официальный хэштег есть. Куча Мала круто всегда. Пока-пока. Женитесь на мне. Я подумаю. Но кольцо заберу. Понедельник. Да. Я думал, уже не будет какого-нибудь шока. Нет, до конца. Спасибо большое. Спасибо. Очень круто у вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok